Творчески привлечь крымчан к участию в переписи населения решили организаторы детского конкурса под характерным названием «Моя Россия». Его главная задача – в простой форме ознакомить школьников и их родителей с процедурой переписи. Как готовились семьи к предстоящему визиту представителей службы статистики, узнавали наши корреспонденты. Вика Бровцина полюбила рисовать буквально с первых лет жизни. Когда девочка услышала о конкурсе детского рисунка «Моя Россия», она рискнула продемонстрировать свой талант. В итоге воплощенные чувства патриотизма были вознаграждены по достоинству. Вика заняла второе место. Сначала хотела нарисовать памятник затопленным кораблям, но потом подумала, почему бы мне не нарисовать весь Крым и памятник, и чтобы на нем были человечки, идущие к памятнику, чтобы было как бы украсил рисунок. В конкурсе, посвященном переписи населения, участвовало более тысячи детей со всей республики. Они рисовали семью, родителей, друзей, а также Крым с высоты птичьего полета. Всего было три возрастные категории победителей, которых ждали приятные сюрпризы – ноутбуки, планшеты и телефоны. И сегодня мы убеждаемся, что очень многие ребята, проявив вот такую заинтересованность участия в конкурсе, тем самым где-то, возможно, подтолкнули и взрослых к обязательному участию в переписи и предоставлению той информации, которая понадобится для обобщения. В Крыму уже стартовала перепись населения. Последний раз она проводилась 13 лет назад. Первые дни этого процесса показали, чтобы отгодовительная работа была проведена на высоком уровне. Люди с удовольствием уделяют 10 минут личного времени для того, чтобы ответить на три десятка вопросов. Возраст прежде всего. Во-вторых, интересует гражданство. В-третьих, интересует национальность. Обязательно родной язык. Язык, на котором человек говорит, в семье. Род занятий, чем занимается человек. Какой у него основной источник доходов. Какой. Не размер, а именно какой источник доходов. Интересует образование. А для того, чтобы жители Крыма могли в цифрах узнать историю всей России за последние десятилетия, представители Федеральной службы государственной статистики пополнили Литературный фонд Универсальной научной библиотеки имени Франко соответствующими сборниками. Это такой тяжелый труд переписать 140 с лишним миллионов человек по всей территории страны. И на севере, и на юге, и в горах, и на островах, и в столицах. Это довольно тяжело. Но в результате все-таки это удается делать, несмотря на все трудности. Статистика обо всем. О нашем обществе, о людях, о предприятиях, о производстве, о потреблении, о ценах. То есть все, чем мы занимаемся. То есть наше общество с разных сторон здесь представлено. Важный и интересный материал как для специалистов, так и для студентов, будущих специалистов. Просто для рядовых жителей нашего полуострова, которые захотят узнать, посмотреть, сравнить, как живут разные регионы России. В библиотеке не сомневается, что полученные материалы будут интересны не только ученым, бизнесменам, студентам и преподавателям, но и просто любопытным крымчанам. Дмитрий Попов, Анатолий Скорик. Время новостей.